Всем привет! Продолжаю рассказ про курятник и все, что его окружает. А окружает его сейчас буквально в смысле этого слова новый забор, который появился не так давно. Забор этот сделан из французского штакетника. Французский штакетник, можете погуглить, это вот такой вот забор, сделанный из орешника, соединенного при помощи металлических прутов. Он навешивается на столбы и выглядит просто обалденно, очень хорошо вписывается, гармонично в сад. Он меня сразу убедил, когда я его первый раз увидел в интернете, и его мы и приобрели. В общем, с правой стороны, как видите, находится дерево, снизу слегка заросшее. Это дерево фруктовое, слива, слева кусты, в сам загончик попало еще одно дерево, это черешня. И вот создался вот такой вот замечательный вид. Очень, очень хорошо, очень гармонично смотрится. Мы, в принципе, довольны. Чуть попозже я покажу детально, как я устанавливал этот забор. Ну а сейчас немножко о размерах. Размеры этого загона 3 на 6 метров, примерно 18 квадратных метров получается. В него легко установился домик. Там есть песочная ванна, кормушки, поилка, небольшой насест. И есть еще немножко места, чтобы разбежаться. Мне лично было очень важно, чтобы животные чувствовали у меня себя вольно. И, тем не менее, это не все, что им достанется. Я еще купил сетку, переносной забор, при помощи которой я хочу выделять время от времени различные участки у нас в своем саду, чтобы им был всегда доступ к свежей травке и червячкам, и всему чему, что они достают из земли. Ну а сейчас давайте посмотрим загончики изнутри. И первое, что бросается в глаза, это, конечно же, сам домик, курятник. Его установил я на бетонные плиты, для того, чтобы не было прямого контакта дерева с землей. Иначе дерево очень быстро гниет. Вот. Также временно я удалил механизм, который автоматически открывает и закрывает мне дверь, потому что с ним у меня возникли кое-какие проблемы. Их нужно сперва устранить. Под домиком находится кормушка. Зерновая кормушка, которую я приобрел в интернете. Давайте посмотрим ее немного поближе. Как вы видите, эта кормушка состоит из такого сосуда с крышкой, куда наполняется зерно или зерновые смеси. И через отверстие снизу это зерно выдавливается вот в эту вот тарелку. И куры имеют свободный доступ и постоянный доступ к своей основной пище. Я использую определенную смесь для кур, которую я также купил в интернете. И состоит она из кукурузы, подсолнечных семечек, пшена, ячмень, бобовое здесь разведел. Очень удобная вещь тем, что один раз наполнив, не нужно об этом заботиться несколько дней. По подобному принципу выполнена паилка. Это также такой вот сосуд. Имеет несколько литров. Тут, по-моему, около пяти литров. И снизу небольшая тарелочка, в которую попадает вода из основного сосуда. И когда вода наполняется до определенного уровня, перекрывается отверстие для воды. И, в общем, она дальше не вытекает. То есть, один раз наполнив, то также можно несколько дней не думать об этой операции. Я меняю воду примерно раз в три дня, потому что вода начинает приобретать уже нехороший вид. Здесь по краям попадают листья, грязь. Но этого, в принципе, достаточно. Раз в три дня очень удобно. Здесь у меня небольшой насестик из корня дерева. И, наверное, очень важный элемент. Наверняка, начинающие куроводы не знают, что это нужно делать и что это важно. Но это я вам сейчас расскажу. Это песочная ванная. Сделал ее, как вы видите, из покрышки, старой покрышки. Немножко утопил землю и сделал небольшую крышу сверху, чтобы она не намокала. Песочек нужен курочкам, чтобы они, для их гигиены, санитарии, они купаются в ней, чистятся, избавляются от вредоносных насекомых. И, кроме того, песочек им нужен для пищеварения. То есть, они его также клюют. Здесь я еще планирую сделать небольшой насест, чтобы они днем могли, возвышаясь на небольшом расстоянии от земли, отдыхать. А сейчас я хочу рассказать о заборе и некоторых нюансах его установки. Высота штакетины такого забора 120 см. Но так как забор у меня находится на некотором расстоянии от земли, высота такого ограждения у меня получилась в некоторых местах до 150 см. Сам забор должен крепиться, конечно же, на столбах. И расстояние, оптимальное расстояние между этими столбами, как мне кажется, полтора метра. Чем больше это расстояние, тем сильнее проседает забор, и тем сильнее нужно использовать натяжку. Натяжка же, в свою очередь, ведет к тому, что столбы начинают прогенацию в сторону этой натяжки. Именно поэтому у меня здесь по углам вот такие вот упоры, которые не дают этому происходить. Упоры эти я использовал по краям и по углам забора. Расстояние между штакетинами в моем варианте 6-8 см. Этого вполне достаточно. Куры не проходят. Также в нижней части забора я использовал вот такую вот металлическую сетку, которую я прикрепил в некоторых местах к самим столбам, и к забору, и прикрепил металлическими скобами к земле, чтобы из внутренней части курочки не делали подкоп. Использовал такие вот каменные плиточки, которые проложил по всему периметру забора. Можно также эту сеточку прикопать в землю на какое-то расстояние. Крепление забора к столбам делал при помощи шурупов. Видел в интернете вариант, когда используется металлическая скоба. В этих местах прихватывается к забору. Ворота сделаны по подобию забора. То есть в верхней части находятся штакетины, в нижней части сетка. Для этого сделал небольшую раму и к ней прикрепил сетку и штакетины. Ширина такого забора у меня примерно 90 сантиметров. Хочу показать курятник изнутри и рассказать о подстилке, которую я использую. Ну, в первую очередь, это, конечно же, салона. И сюда я подмешиваю немного опилок, благо их у меня есть. Кроме того, я подмешиваю сюда определенный порошок под названием кизельгур. Этот кизельгур очень важная составляющая. Дело в том, что куры страдают от клещей. Очень сильно страдают в нашем регионе. И до такой степени, что они даже, по рассказам, конечно, обывалых, даже предпочитают не ночевать в домиках. Так они их заедают. Клещи эти тоже своеобразным образом действуют. Интересное у них поведение. Они днем прячутся в каких-то щелях домика, а ночью, когда куры спят, они на них нападают, пьют кровь, и потом опять спрыгивают и опять где-то по домику прячутся. Так вот, чтобы этого не происходило, подмешивается в специальный порошок на полностью какой-то биологической основе. Это горная порода, состоящая из остатков водорослей, окаменелых водорослей. И она перемалывается в очень мелкую муку таким образом. Ну вот тоже непонятно, я разное читал в интернете. Написано, что или они забивают дыхательные пути вот этих клещей, что они погибают, то ли они режутся об острые края вот этой муки. Ну, в любом случае, это средство очень эффективное, биологическое и не возникает какого-либо приспособления со стороны клещей к этому средству. То есть, никакой резистенции не возникает. Поэтому оно очень и очень любят, куроводы, птицеводы. И нужно об этом думать и немножко подмешивать в подстилку. Ну, наверное, настало время, наконец, познакомить вас с моими курочками. Их у меня, если уже увидели, 4 штуки. 3 из них курицы и 1 петух. Конечно же, они у меня еще в молодом состоянии. Им сейчас 4 месяца. Взрослыми не считаются по достижении 7 месяцев. То есть, примерно в декабре они могли бы начать нести яйца. Но этого, наверное, скорее всего не произойдет, потому что долгота светового дня зимой очень короткая. А несут они яйца примерно при долготе минимум 8 часов. То есть, наверное, где-то в начале или в середине марта начнут они у меня внести сток. Это получается примерно через полгода. Расса эта называется Рот Алендер. Выведена в Америке, USA. И выведена она была для двух целей. То есть мясная курица и мясушка. Мясная, в том смысле, что они слегка крупнее, чем обычные курицы, достигают 3 килограмм, а петухи 4. Также количество яиц в год 200 штук может достигать. Это очень хороший показатель. Порода эта считается хорошей для любителей, начинающих, потому что неперевередливая к условиям содержания, неперевередливая к небольшим минусовым температурам. Ну и, как и все расы куриц, их нужно держать в небольших группах. То есть, одна или две курицы, это, наверное, слишком мало. Они социальны, им нужно общение с друг с другом. У них также социальные роли, иерархия в их сообществах. В общем, все там как у людей почти, все очень важно. Поэтому думайте об этом, когда, наверное, будете вдруг приобретать. Я же решил к ним приобрести петушка, потому что в таких, так сказать, сообществах они чувствуют себя немножко счастливее. Кроме того, кроме вот этой оградки, которую он показывал, 18 квадратных метров, я добавил вот такую вот сетку, чтобы сделать им, увеличить их не пространство. Эту сетку я буду переставлять по мере надобности. И здесь у них будет доступ к свежей травке. В общем, я думаю, здесь у меня будет хорошо жить, а я буду радоваться своим, не своим, а ихним первым куриным яйцам. Сейчас вечер, слегка темнеет, и они сами начинают заходить в домик. Никто их туда не загоняет. Все происходит автоматически. Еще, наверное, минут пять, и они все будут внутри. А на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok